Здравствуйте! И я предлагаю сегодня снова начать с золота, потому что тут новости идут прям-таки кучно. Конечно, еще пару дней назад, да может быть даже и три дня назад, стали появляться разговоры о том, что Европейский Союз и Соединенные Штаты, да вообще в целом Г7 так называемая, и так называемые развитые страны ведут эмбарго на импорт российского золота. О, мол, мы сейчас вот еще один источник доходов перережем. Пока еще ни один не перерезали, но вот все перерезают, как говорится. И все это было на уровне слухов. Теперь же становится понятно, что да, в целом страны Запада намерены ввести полноценный эмбарго на импорт российского золота. По крайней мере, об этом пишет коммерсант. Но не только он, а многие другие тоже передают такую же информацию. Что примечательно, что в данном вопросе главным локомотивом выступает Великобритания. Давайте посмотрим, что же здесь такое. Россия действительно входит в тройку лидеров по добыче золота. То есть там более тысячи тонн в год, ну почти по тысяче тонн в год, то есть в районе. Бывает иногда больше, иногда меньше. Ну, в общем, достаточно такой серьезный объем. Сколько же из них экспортируется? А из них экспортируется что-то около 300 тонн ежегодно. То есть примерно треть, может быть чуть меньше треть. А что самое забавное, Великобритания покупает 200, вот по крайней мере в прошлом году, 266 тонн. Ну, условно говоря, на экспорт идет 300, в Британию 250 из них. Почти все покупает Великобритания. И Великобритания сейчас говорит, мы, говорит, перестанем покупать российское золото. Ммм, а вы себе как это, вот это, дробовиком в висок стреляете или в колено, хочется спросить. Суть в чем? Я вчера наглядно говорил о том, что за последние 5 тысяч лет было добыто примерно 160 тысяч тонн золота. Почему мы говорим про 5 тысяч лет? Ну, потому что как раз самые древние находки золотых изделий датируются вот где-то там самым началом третьего тысячелетия до нашей эры. Это, естественно, ювелирные изделия. Многие себе представляют, что золото это будто бы идет только лишь на производство каких-то ожерелий, колец, зубов ставных. Чушь все это. На самом деле примерно треть, то есть около 30% всего добытого за всю историю золота применяется в промышленности. А из этой промышленности надо исключить ювелирку, красоту в виде зубов, деньги. Вот это все надо исключить. Это не относится к этой промышленности. В эту промышленность включается. Например, судостроение и авиастроение. Спрашивается, как? Ну, вообще-то золото применяется для бесшовной сварки. А вы современный корабль, современный самолет без этого не построите. Микроэлектроника. Там все возможные платы, микросхемы, микропроцессоры. Кстати, Великобритания входит, если не ошибаюсь, в пятерку стран мира, которые имеют возможность создания собственных микропроцессоров. Их буквально по пальцам одной руки можно пересчитать, такие страны. Великобритания входит в их число. Это, например, фармакология. Спрашивается, как фармакология. А вот, знаете, как ни странно, но золото применяется для производства лекарственных препаратов, которые используются для лечения отдельных видов онкологии. Ну, так вот, в частности. Пищевая промышленность. Да, есть такая добавка. Пищевая Е145 – это золото. Ну, и так далее. То есть, промышленное производство отъедает на данный момент где-то треть добытого за всю историю золота. Треть. А когда началось подобное применение золота в промышленности? Ну, в общем-то, по большому счету, где-то за послевоенные годы. Ну, то есть, этому применению около 100 лет. Золото мы используем 5000 лет. То есть, за 100 лет, всего лишь из 5000 лет, треть золота уже перешла в промышленность. Не в ювелирку, не в слитки, в промышленность. А теперь давайте подумаем вот о чем. А как золото используется в разных странах мира? Например, мы думаем, что золото идет на ювелирку. Предположим, да? Да, хорошо, мы приедем в Китай, в Индию, в Индонезию, Пакистан, Нигерию. Мы увидим людей с золотой цепью на дубе том, перстни золотые на лапах. Потому что надо себя украсить, показать, какой я классный. Зубы все поголовно золотые будут. А приедем в Европу, где люди достаточно давно уже живут обеспеченно, сыто, в безопасности. А мы там увидим много людей с золотыми украшениями? Да почти никого. Потому что это считается мавитоном. Что-то на себя нацепил, как деревенский дурачок. И это будет правильно. Потому что даже в этих странах, которые до этого перечислил, там Китай, Индия. Основная масса людей, которые сейчас ходят по городам, это те люди, которые буквально вчера в исторической перспективе приехали из деревни. Со своими представлениями о том, что такое красиво, как надо себя поставить. Там очень важны внешние атрибуты статуса. В сельском обществе, в аграрном обществе несколько по-другому выстраивается иерархия. И внешние атрибуты иерархии, социальные. И эти люди, приехав только что в город, они еще не, скажем так, отказались от тех старых деревенских традиций. Как принято говорить, можно девушку вывести из деревни, но нельзя вывести деревню из девушки. Вот здесь ровно то же самое. А Европа давно уже вся живет в городах. И поэтому мы там не видим людей с золотыми переснями, зубами, цепями, золотыми украшениями. Очень-очень мало. И эти украшения, скажем так, такие точечные, скажем так. Спрашивается, а куда же тогда идут вот эти 266 тонн? Ну, почти 250 тонн золота, которые экспортируют Россию в Великобританию. На промышленность. И не в размере 30%, а гораздо больше. Получается, Великобритания своим политически мотивированным решением ставят палки в колеса собственной промышленности. Молодцы. Отлично. Эти ребята заслуживают повторной победы на выборах. Я уверен в этом абсолютно. Молодцы. Как будет работать британская судоостроительная промышленность? А Британия же это остров, она обязана строить корабли. Где будет брать золото? Тут был очень хороший комментарий. Будет поставляться через Уганду. Как вариант. Действительно, уже сейчас рассказывается о возможных обходных маневрах. Потому что слитки можно перелить. Что, он расплавил, все перелил, клеймо пропало. Ну, нормально, это не российское золото уже. Только вот вопрос в другом. Если у нас в цепочке поставок добавляются новые звенья, конечная цена, то есть цена для конечного потребителя, возрастает. То есть это станет дороже. Получается, европейская промышленность, а в первую очередь британская промышленность, станет менее рентабельной. А Россия продолжит продавать, да, может быть с дисконтом в какую-нибудь Индию. А потом еще вопрос у Британии. А Индия им все это золото продаст? Или половина пойдет на всевозможные бижутерии? Великолепный вариант. И вообще в целом все вот эти эмбарго на сырье, это полнейший маразм, откровенно говоря. Потому что все говорят, и все признают, да, действительно, что основной источник богатства тех или иных обществ, это производство конечных товаров и услуг. В первую очередь товаров, потому что даже услуги базируются на производстве товаров. То есть это переработка некого сырья и производство из него чего-то замечательного. Будь то автомобиль, смартфон, компьютер, спутник, самолет, неважно, да, для этого все равно нужно сырье. И если вы вводите эмбарго на поставки базового сырья, из которого все это производится, спрашивается, а вы из чего будете производить? Это первый вопрос. А второй вопрос. А те, кто вам продавал сырье, привыкшие к прибыли, теперь у них есть трудности, чтобы это сырье продать, задается вопросом, блин, мы тоже хотим деньги зарабатывать. А стоп, подождите, а там в санкции входит, вот под эмбарго входит конечный продукт? Нет, не входит. Тем самым российские, наши отечественные, нефтедобывающие компании, золотодобывающие, горнорудные компании, их эти эмбарго только лишь стимулируют на то, чтобы они начали сейчас сидеть по кабинетам и задумываться о том, что, а быть может нам начать самостоятельно заниматься переработкой и производством какого-то конечного продукта? Ну, а как еще? Ты же не остановишь производство, это сложно, это дорого, а потом его запускать может оказаться еще дороже. Я бы назвал всю эту ситуацию, что золото превратилось в новый инструмент для самоубийства, самоубийства собственной экономики. И страны Запада этим занимаются, потому что золото применяется во всех этих вещах. Очень сложной промышленности, микроэлектроники, авиастроения. Как на это отреагировало золото? Да по большому счету толком никак. Да, оно снизилось, но суммарно мы продолжаем оставаться в этом диапазоне. Я бы облицовывал так, 1820-1840. Мы из него не выходим уже почти неделю. И все движения вверх-вниз, по сути дела, укладываются в техническую картину, что мы доходим до одной границы, пускаемся до другой, потом поднимаемся вновь к верхней, от нее вниз. Вот по такому сценарию. В целом же, конечно, да, подобные решения для рынка золота создают такую двоякую ситуацию. С одной стороны, есть предпосылки для роста цен на золото за счет уменьшения предложения со стороны России. С другой стороны, как раз наоборот, это, если мы глубже посмотрим в эту ситуацию, может способствовать еще большему снижению цен на золото. Почему? Потому что Россия начнет продавать золото, предположим, в Индию, в Китае, с небольшим дисконтом, а золото и так достаточно дорого, а его стоимость рыночная существенно выше, чем себестоимость добычи. Поэтому вернорудные компании российские могут позволить себе продать это с дисконтом. Индия, Китай, Индонезия будут получать это золото с дисконтом, рыночная цена будет падать, но попадать в Европу, это будет и в Соединенные Штаты, уже с наценкой за счет нескольких передаточных звеньев. И в итоге там для конечного потребителя цена все равно будет выше. Поэтому, как ни покрути, картина не самым лучшим образом выглядит в первую очередь для Запада. По большому счету, конечно, да, все эти эмбарго создают предпосудки для развития, усиленного развития, переработки сырья у себя в стране, но вот так вот по щечку пальцев это сделать невозможно. Поэтому в любом случае, поначалу, в течение, я так думаю, ближайших двух-трех лет, все вот это сырье, которое подпадает под эмбарго и санкции со стороны Запада, будет оказываться на мировом рынке с дисконтом. Что будет оказывать, ну, скажем так, давление на рынок. По нефти там есть свои отдельные нюансы, о которых мы тоже сейчас поговорим. А вот по золоту, это однозначно еще один фактор снижения цен. Поэтому, да, мы можем в краткосрочной перспективе подрасти до 1740, возможно, мы даже выйдем из этого коридора и дойдем до 1750, но все равно будет после этого неизбежно движение вниз. Причем достаточно сильное. Еще раз говорю, до конца года мы практически наверняка пробьем отметку 1800 вниз. Это, скажем так, программа минимум. Теперь, что касается нефти. Тут мы наблюдаем фееричный рост. Мы уже почти 118 долларов за баррель. Мы подошли вплотную к 120 долларов за баррель. В чем здесь дело? Ну, если верить опять же тому же самому коммерсанту, он ссылается на Bloomberg. Кипр не поддержал идею США о запрете перевозок нефти в третьи страны. Ну, если мы пойдем дальше, то заголовок в Bloomberg выглядит несколько иначе, что Джанет Йеллен давит на европейцев относительно предельной цены на российскую нефть. Вот о чем речь идет. В саммит Г7 туда приехало много всяческих деятелей, личностей. Президент США вместе со своей свитой. А в числе свита Джанет Йеллен, министр финансов Соединенных Штатов Америки. И она как раз, она и первой высказала идею о создании нефтяного картеля импортеров. Она продолжает вести разговор о необходимости введения предельной цены, по которой можно покупать российскую нефть. И вот, приехав в Европу, в Германию на саммит Г7, она эту идею продолжает продвигать активно. И, судя по тому, что пишет Bloomberg, даже давить на европейцев. В принципе, нормальная позиция переговорная. И почему на этом фоне растет нефть? Представьте себе, что пул нескольких стран, которые не производят нефть, за исключением одной, но даже та страна, что производит нефть, импортирует нефть. Будут говорить, а мы покупаем по такой-то цене. Теперь переверните ситуацию. Вы вместе с жильцами вашего подъезда или вашими соседями приходите в магазин за помидорами. Вам критически нужны сейчас помидоры. Без помидоров вы там все с голоду помрете. И говорите, мы будем покупать помидоры по такой-то цене. Продавец помидоров говорит, дверь там. Вот ценник. Он в два раза выше того, что вы назвали. Дверь там. Какие варианты развития событий? Существует только два варианта. Вы уходите, умираете с голоду. Вариант номер два. Вы приходите с палками, вилами и пускать красного петуха, прибиваете этого продавца помидоров и забираете их себе. Правда вопрос, а кто вам потом будет поставлять эти помидоры? Сложно. Неважно. То есть существует два варианта. Других нет. А, можно пойти к другому продавцу помидоров, а он вам скажет ровно то же самое. Потому что у него есть цена. Вот она. С какой стати? Почему так? Возвращаясь обратно к нефти, предположим, страны Запада скажут, мол, российскую нефть можно покупать только за 50 долларов за баррель. В этот же день, вот просто в этот же день, Индия звонит Саудовскую Аравию и говорит, король, слушай, там русские предлагают нефть по 50, а почему у вас по 120? Нормально, да? Так вот, вывод вот в чем. Как сказал незабвенный Саймон Кузнец, выступая в Конгрессе Соединенных Штатов, еще незадолго, ну, да, там еще война шла, по-моему, 44-й год, по-моему, это был. Он сказал следующее, что мы экономисты, конечно, ни черта не знаем о мире, но единственное, что мы можем сказать с полной уверенностью, что если мы сегодня установим цену на помидоры в 2 цента за фунт, завтра в магазинах помидоров не будет. Любая попытка регулирования установки цен на какой-либо товар приводит к его дефициту. Вспомнил советскую экономику, страдающую от хронического дефицита тех или иных товаров, потому что там было тотальное регулирование цен на все. Сейчас Запад, посмотрев на гибель Советского Союза, никаких выводов из этого не сделал и пытается пойти ровно тем же самым путем. Как говорил товарищ Леонид, верным путем идем товарищ. Вот туда они и идут такими попытками. Этими действиями они приведут к тому, что все производители нефти просто перестанут ее в какой-то момент продавать, создавая искусственный дефицит для того, чтобы продавать ее с наценкой и получить ту цену, которая с их точки зрения является справедливой. Все. Другого варианта развития событий нет. И понятное дело, что на этом фоне все, кто умеет думать, понимают, блин, сейчас эти недолумки, придумывают какую-то фигню, попытаются ввести какие-то санкции, обязать другие страны, третьи страны вообще, да, то есть непричастные, следовать их указявкам. На рынке не будет нефти, а нам она нужна, потому что нефть это кровь современной экономики. Современная экономика, там даже образца второй половины 20 века без нефти функционирует в принципе не в состоянии. А про экономику 21 века их говорить нечего. Следовательно, все хотят создать запасы заранее, поэтому спрос на нефть резко подрос на фоне этих заявлений, и цена выросла. Вот такими вот вещами удивительными занимаются все эти замечательные люди. Зачем, почему, совершенно непонятно. Конечно же, я сейчас не сомневаюсь в том, что в итоговом документе по саммиту Г7 будут включены пункты касательно и золота, и нефти. И это в первую очередь подогреть, конечно, еще дальнейший потенциал роста цен на нефть, поэтому мы, скорее всего, в ближайшее время все-таки преодолеем на отметку 120 и, наверное, даже двинемся вновь в направлении 126 долларов за баррель. Многое будет зависело от характера подобных заявлений. Ну, и еще, конечно, от накала паники, который будет вызван всеми этими решениями. темпы роста могут быть как одномоментными, так и несколько растянутыми во времени. Но в любом случае сейчас нефть получила дополнительный фактор роста. Пусть, скажем так, среднесрочный. Примерно где-то в такой области. Дальше. Тут даже не только все это. Евро и фунт вчера так и не смогли пробить верхнюю границу своих диапазонов. Да, фунт в какой-то момент времени ушел выше, но потом достаточно быстро вернулся и долгое время оставался у верхней границы диапазона. Сейчас мы наблюдаем движение как раз в сторону нижней границы. Фунт, евро, он тронул верхнюю границу, то есть 1.06, потом точно так же как он болтается у верхней границы и учитывая, что фунт по большей части в последние дни ходит с некоторым опережением по отношению к евро, можно предположить, что евро сейчас тоже начнет движение в сторону нижней границы. Нижняя граница по евро это 1.05. Почему так получилось? Почему мы не пробили границу вверх, хотя должны были быть? Ну, понятное дело, все дело в данных по заказам на товары длительного пользования. Предполагалось, что они сократятся на 0.3%, что и будет поводом как раз для дальнейшего восходящего движения по евро и фунту. Не смогли, не сложилось. Заказы выросли на 0.7%, что стало, конечно, полной неожиданностью, потому что это идет в разрез со всеми заявлениями о том, что американской экономике грозит рецессия по итогам текущего года. Дело в том, что американская экономика на 80% состоит из сферы услуг. Там 19% промышленность, 1% сельское хозяйство, и вот 80% это сфера услуг. Самым лучшим индикатором состояния сферы услуг являются розничные продажи. Так вот, заказы на товары длительного пользования во многом это опережающий показатель для розничных продаж. Если заказы растут, то мы можем сделать простой вывод о том, что как минимум розничные продажи не будут падать. То есть, они в месячном выражении будут оставаться в каком-то плюсовом значении либо нулевом. В годовом выражении они, конечно, могут немножко снизиться, то есть, замедлиться темпы роста, но спада продаж точно не будет. Ну, ладно, не будем точно. В среду с 90%, потому что это все-таки косвенный показатель, он не напрямую влияет, но он создает предпосылки. На основе его можно доставить определенные прогнозы. А розничные продажи, в свою очередь, это лучший индикатор состояния потребительской активности, от которой зависит вообще вся сфера услуг. Вот просто вся. Соответственно, если розничные продажи не будут снижаться, будет наблюдаться рост любых устойчивостей, нет предпосылок для разговоров о рецессии. Вот, если у нас снижаются розничные продажи, мы можем со всей уверенностью говорить, что все остальные сегменты сферы услуг тоже снижаются. Потому что в розничные продажи входят все-таки первичные продукты, первичные товары. Туалетная бумага, моющие средства, мыло, простейшие медикаменты, еда, в конце концов. То есть то, без чего человек выжить не может. Без каких-то модных шмоток человек может прожить. А вот без этого нет. Поэтому если начинается снижение в этой сфере, все остальное уж точно снизилось. Тут гадалки не ходили. И раз нам заказаны товары длительного пользования, демонстрируют рост, а туда входят всякие стиральные машины, автомобили, микроволновки, телевизоры, видеоприставки, спутниковые антенны. Если люди увеличивают заказы на это, они явно не экономят сейчас на еде. И на каких-то медикаментах. По-любому. И на одежде в том числе. Следовательно, нет предпосылок, вот по крайней мере по итогам майских данных, нет предпосылок говорить о неизбежности рецессии. Пока говорить об этом рано. Исходя из этого, можно сделать простой вывод. Получается, что может быть просто чрезмерные алармистские настроения, конечно, они не лишены смысла. И, наверное, как принято говорить, лучше перебдеть, чем недобдеть. Все правильно. Но цифры показывают, что ситуация не так ужасающая, как об этом принято говорить. Так вот, получается, у нас нет повода для роста евро и фунта, наоборот, у нас есть повод для роста доллара. Потому что американская макроэкономическая статистика заметно лучше европейской. Здесь тоже все довольно просто. Ну и последнее. Рубль. Мы видим вертикальную линию. Точнее, горизонтальную, прошу прощения, оговорился. Вот просто идем так по горизонту. Нет попыток пробить 52 вниз, но мы в любом случае не уходим наверх. Почему у нас нет попыток уйти вниз? Мудис подтвердил, что в России случился дефолт. По ряду обязательств. Все. С точки зрения западных рейтинговых агентств, по крайней мере, одного, это уже дефолт, что создает определенное состояние напряженности. Это еще не полный дефолт. Почему? Потому что его должны подтвердить другие рейтинговые агентства. Я, кстати, в этом не сомневаюсь. Они подтвердят. И поэтому на Западе до июля будет принято решение, что в России состоялся дефолт. Хотя его нет. Он искусственно создан. Потому что сначала запретили проводить валютные транзакции. То есть Минфин не может выполнять свои обязательства по выплатам кредиторам. Он физически не может этого сделать. Он может нажимать на кнопку, а транзакция не произойдет. То есть тамошние власти запретили передачу денег по обязательствам от заемщика кредитору. В частности России тем, кто покупал ее облигации. Когда Россия сказала, а, ну раз так хорошо мы будем платить в рублях на спецсчет в национальном депозитарии, вы можете забрать эти деньги. ЕС и США выступили заявлениями о том, что это незаконно и запрещают своим финансиститутам принимать платежи в рублях. То есть Запад полностью создал все условия для того, чтобы кредиторы не получили свои деньги. Сами правительства западных стран. В итоге это назвать дефолтом в судебном порядке невозможно. нет, какие-то суды в Нью-Йорке может быть это и признают. За пределами стран Запада никто никогда не признает это дефолтом, потому что ребят, вы сами это устроили. Потому что получается так, что человек взял у вас кредит у банка, приходит платить, а банк говорит, а мы твои платежи не принимаем. Ты банкрот. Вот у меня деньги, вот чемодан денег, вот даю, нет, от тебя деньги мы не принимаем, поэтому ты банкрот. Это выглядит именно так. Абсурдно ситуация, но именно так ведет себя Запад. Какие будут выводы из этого следовать? Первое, никаких последствий для России в плане подобного дефолта не будет, потому что вот все, я не знаю, наверное, только лет через сто Россия может быть выпустит какой-нибудь займ, номинированный в иностранной валюте. Ну, в валютах европейских стран или Соединенных Штатах. Все. В лучшем случае лет через сто. Никаких новых выпусков подобных не будет. Уменьшится в мире доля выпускаемых государственных займов, номинированных в евро и долларах. Просто уменьшится, потому что никто больше не захочется связываться. Эти ребята показали, что они могут сделать. Это банальный гоп-стоп. По-другому это не называется. Ну, соответственно, увеличится использование национальных валют. Сейчас будет еще больше интенсификация взаиморасчетов национальных валютах между различными странами. То есть, имеется в виду странами, не входящими, так называемый коллективный запад. Вот к чему все это приведет. Для рубля, конечно же, в некоторой степени это снижает потенциал его дальнейшего укрепления, потому что все-таки некая нервозность присутствует. Это понятное дело. почему, кстати, мы не увидели резкого скачка вверх? Потому что он бы произошел, если бы на рынке была велика доля иностранных участников, то есть, иностранных игроков. А эта доля равна почти нулю на данный момент. Вот если бы американская компания работала на российском рынке, а ей рейтинговое агентство говорит о том, что в России дефолт, он бы, этот инвестор, автоматом бы стал закрывать все позиции в России. А, сейчас закрывать некому. Но, несмотря на отсутствие резкого скачка, мы ограничиваем потенциал, то есть, сейчас у рубля ограничен потенциал его дальнейшего укрепления. Я бы сказал так, наверное, в нынешней ситуации даже благо, потому что рубль сильно перекуплен, для экономики нужен все-таки более слабый рубль на данный момент, поэтому я бы здесь даже поблагодарил Moody's и надеюсь, что два других основных рейтинговых агентства, Fitch и S&P, в ближайшие дни подтвердят этот диагноз, да, диагноз, и, что может быть вкупе создаст предпосылки для небольшого ослабления рубля. Конечно, понятное дело, что единственное, что сейчас может сказаться на курсе рубля, это политика Банка России, но пока Банк России ничего в этом направлении не делает. на этом у меня на данный момент все по данной теме, мы с вами еще не прощаемся, потому что тема с дефолтом достаточно интересная, и чуть позже мы подготовим отдельный материал касательно дефолта, то есть, берем, что это, с чем это кушают, как это вообще работает, посмотрим на некоторые достаточно любопытные примеры, там есть один шедевральный пример, вообще, мой любимый. Так что, скажем так, я с вами еще не прощаюсь, и до новых встреч!